Вопросы красоты и улучшения внешнего вида всегда приятнее доверить настоящему профессионалу. Выявлением самых лучших лэшмейкеров, то есть мастеров по наращиванию ресниц, занимается вот уже четвертый год турнир Grand Lashes. В этом году объединенными усилиями Академии Premium Beauty и фабрики проектов Константина Никеева это событие вышло на новый уровень. Ежегодный турнир Grand Lashes в этом году проходит и с участием нашей компании. Это на самом деле очень здорово и наверное пришло время, когда стоит объединять силы, чтобы получались крутые яркие проекты. Ежегодный турнир Grand Lashes будет проходить и в следующем году. Я считаю, что это прекрасная возможность для всех мастеров заявить о себе на весь Урал, потому что этот турнир на весь Уральский федеральный округ. Турнир Grand Lashes состоит из трех этапов. Классическое наращивание, объемное наращивание и фантазийное наращивание образ. Конечно, есть такой критерий, как общее впечатление, который в принципе может любой человек дать оценку. Но помимо всего этого есть профессиональные критерии, которые мастера должны тщательно соблюдать. Это наличие склеек, точнее их отсутствие дает высший балл, отступ правильный, он должен быть определенного расстояния. Сейчас у юниоров гораздо больше шансов выиграть, например, даже профи, потому что в то время, когда профессионалы начинали только свою карьеру, не было возможности развиваться. Поэтому юниоры сейчас, они в хорошем положении. Было бы желание. Первый раз участвую в чемпионате, а занимаюсь наращиванием полтора года. Сегодня волнительнее, ручки трясутся. Но нормально, все, сосредоточилась, иду дальше. Сам материал, из которого изготовляются ресницы, он, конечно, с каждым годом все более модифицируется, что можно так, наверное, выразиться, все больше. Поскольку прогресс-то не стоит на месте, и на самом деле материалы, из которых изготовляются ресницы, все жидкости, это же все равно химические полимеры. И формула, она совершенствуется. То есть, если говорить о ресницах, они, например, с каждым годом все более устойчивы. Деформации в процессе носки, к внешним температурам, любым внешним факторам становятся более устойчивы. Работа лэшмейкеров зачастую предполагает общение только с клиентом и редко с коллегами. А потому сравнить себя, понять свои сильные и слабые стороны, расширить свой профессиональный кругозор – важные составляющие участия в турнире. В самом начале, когда я проходила обучение по наращиванию ресниц, тогда была такая тяжелая технология, это японская технология наращивания ресниц. Там наращивали пинцетом и иголкой. То есть, один пинцет, одна иголка была. Тогда, на тот момент, мне это не очень понравилось. Когда я нашла Академию премиум бьюти, я сразу поняла, что мне нужно проходить обучение именно у них. После того, как я пришла, ни капли не пожелела, и с этого момента я поняла, что это моя любовь, это моя страсть. Я всегда любила вот такую кропотливую работу, и у меня как бы сразу пал выбор на реснички, потому что я сама всегда со наращившими ресничками постоянно ходила. И мне как бы нравится, я, ну, вот эта сфера получается, сфера красоты, я всегда хотела в ней работать. Главный приз турнира «Гран-при» получает мастер, участвующий во всех номинациях и набравший наибольшее количество баллов в сумме. В этом году подарок для победителя «Гран-при» предоставила компания «Профешнл Лейт Лайт Калэ». Это адреналин, это так заманивает, и хочется вот все время участвовать, 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 ну, и побеждать, конечно. Фирменный розовый цвет чемпионата стал в том числе и дресс-кодом «Гранд Пати Лэшес» – торжественной вечеринке по окончанию турнира. Многочисленные награды от партнеров за отдельные номинации получили все без исключения финалисты. Но главной интригой «Лэш Пати» стал выбор «Мист Гранд Лашес» и награждение ее короной. В этом году жюри присвоили звание к корону Тунзалет Джамаловой. «Лэш Пати Лайт Калэ» Конечно, всегда есть расстроенные, потому что бывают такие ситуации, когда клей не работает, когда модель подвела и так далее, и тому подобное. Но это просто так случилось, значит, не в этот раз, все будет. Я участвую в этом году первый раз. И второе место за двух номинаций. Второе место у меня нет слов. Просто я не ожидала вообще. Для первого раза я не ожидала такого результата. Спасибо огромное Алене Саетовой за ее внимание, за то, что она подгоняет нас, за то, что она дает нам возможность получать такие эмоции. Я сегодня участвую в трех номинациях. Ну, второе место заняло в статейном наращивании. Ну, конечно, хотелось бы первое место, но, видимо, есть еще куда расти. Сферы, где есть профессиональное сообщество и общение между мастерами, будут всегда развиваться. Подробный фотоотчет турнира можно увидеть в журнале о самых интересных людях и событиях Екатеринбурга и Челябинска «Мажор Сити». Спасибо.